АПЛОДИСМЕНТЫ Так, ничего нормально? Так, наверное, даже поехать, да? Для меня большая честь сегодня, что на этом семинаре присутствует мой преподаватель, который мне когда-то, типа, на цены не был, а не назад не был. Спасибо вам большое. Действительно, очень приятно. Я также благодарю вас за то, что вы проявили интерес к тематике сегодняшнего семинара, поскольку, в общем-то, эта штука достаточно необычная. Ну, то есть, с одной стороны, слово «плацента», слово «матротрофия», то есть «питание зародыша во время инвентарного развития», это слоган. И если вы хотите получать в будущем гранты, если вы хотите зарабатывать деньги, как ученые, то волей или неволей вам придется в конечном итоге выбирать какую-то, не то чтобы популярную тему, но, по крайней мере, оформить тему вашего исследования таким образом, чтобы для чиновников, выдающих деньги на эти исследования, это производило впечатление, чтобы это слово было узнаваемым. А тема, ну, а дальше еще зависит от вас, на самом деле, как вы ее будете выбирать. Благо вам, если вы во время своей работы напинетесь на что-либо, что в дальнейшем будет, по сути дела, сочетать в себе две стороны, выгодные стороны одной медали. С одной стороны, это то, о чем я уже только что сказал, привлекательный слоган. Тема, которая в той или иной степени касается большого количества биологов, которое будет интересно и понятно большому количеству биологов. Если вы на каком-то этапе своей карьеры захотите опубликовать статью в серьезном, крупном научном журнале, то первым пунктом, где что-то будет, где будет написано, каков критерий оценки возможности вашей публикации, это общий биологический интерес. Вот, собственно, то, о чем мы сегодня с вами будем говорить. Ну, вторая сторона медали, это непосредственно ваш интерес, да, в этой работе. То, о чем мы будем сегодня говорить, оно, в принципе, может быть рассмотрено именно с этой точки зрения. Параллелизм в эволюции штука очень известная. На самом деле, само понятие параллелизм является одним из краеугольных камней эволюционной теории, и именно параллелизмное развитие, то есть независимое возникновение, конвергенция, параллелизм, то есть это уже степень сравнения, насколько, как бы, давитые друг от друга группы, где возникали те или иные схожие механизмы, структуры и так далее, позволяли и позволяют эволюционистам продавать равновероятную возможность возникновения тех или иных событий, тех или иных явлений, возможность осуществления тех или иных явлений. И вот, собственно, питание эмбриона во время развития при помощи тех или иных механизмов, будь это самые сложные в структурном отношении, плаценты, или эмбрион может просто глотать околоходную жидкость, вот таким образом получая необходимое для своего развития или дополнительно вещества. То есть неважно, каков механизм, важно то, что в данном случае мы будем рассматривать ситуацию, когда по тем или иным причинам опухоленная яйцеклетка не покидает организм родителя, или даже покидает его, но не уплывает куда-то, не откладывается на субстрат, а остается на теле родителя. И в качестве примера, который я буду активно используя сегодня во время нашего семинара, будут выступать шансы, группа, которой я занимаюсь на протяжении последних, скажем так, почти 25 лет. Нет, ну, наверное, все-таки я маханул, 20 лет. Вот. И как это не удивительно, я, в общем, натолкнулся на эту тему случайно. Это, опять же, то, с чего я начинал свой разговор. То есть будет очень здорово, если вы работаете, в конечном итоге попытаетесь, или у вас так получится, вы найдете что-то, что могло бы быть использовано как привлекательное для финансирования научное открытие, или тема, скажем так. И одновременно это будет то, чем вы, собственно, занимаетесь. Таким образом, занимаясь в целом, работая в целом над размножением шанок, я над размножением одной из групп, скажем так, шанок, я обратил внимание, что феномен матротрофии встречается в ней непривычно часто. По крайней мере, ни в тем литературе не упоминалось, что формирование дополнительных структур, осуществляющих направленное питание эмбиона, было бы очень сильно развитым. Я, в общем, относил это к слабой изученности этой группы. Резал, 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 смотрел, 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 накапливал, накапливалось, накапливалось, и в результате получилась достаточно интересная картинка. Потом мне стало интересно, насколько широко это явление само по себе распространено, но в целом в пределах метазола. И вот то, чем я занимался последние полгода, на самом деле, штугировал литературу, пытался искать в статьях специалистов подружных группам то, каким образом этот феномен это явление широко или, наоборот, не очень широко распространено в пределах разных труб животных. Поэтому нашу лекцию мы с вами начнем с некоторых вводных, или, скажем так, семинар, с нескольких вводных замечаний, и потом перейдем к характеристике, к иллюстрации явления матротрофии в пределах различных групп биспозвоночных, причем достаточно поверхностно, скажем так. Там можно рассказывать очень долго. А третья часть нашего разговора будет посвящена непосредственно тем подтверждениям наличия экстраэмбрионального питания, это синоним матротрофии, у мшанок, в пределах различных групп мшанок, непосредственно то, что я делаю и сейчас. Итак, то, что вы видите сейчас на картинке, самый простой, рассматривающийся в качестве примитивного способа репродуктивной стратегии способа размножения, связанный с внутренним или внешним обводотворением, но в том или ином виде яйца покидают родительский организм, и дальнейшее развитие осуществляется без какого-либо участия родителя во внешнем среде. Это то, что называется по-английски овипарити. Существуют разные варианты. Овипарити может быть разным. Или яйца рождения. Называют, как говорят об овипарусе, еще говорят о яйцекладущих животных. А родитель, в принципе, может снабдить, даже если он не сохранил яйцо, оплодотворенную зиготу, а вывел ее из своего организма и больше они не заботятся, он может снабдить или дополнительными веществами, резервными веществами. Так поступают, например, некоторые моллюски. Некоторые полихеты. Они формируют слизистые кладки. И вышедший из яйца эмбрион начинает развиваться, активно абсорбируя находящиеся в этой слизи растворимые питательные вещества для использования, для собственного развития и роста. Больше, дальше, больше. В некоторых случаях, в тот момент, когда формируется его блока, эмбрион в этой же самой кладке начинает есть своих соратников, то есть братьев и сестер. Он ест еще не развившиеся яйца, он ест других эмбрионах и так далее. Вы понимаете? В этой ситуации получается, что непосредственной передачи тех или иных питательных веществ развивающемуся эмбриону нет. Родитель давно отложил эти яйца в эмбрионах или даже умер. Но он снабдил необходимые для развития порции этих питательных веществ. И таким образом, этот вариант развития мы тоже вынуждены относить к так называемому экстраэмбриональному питанию. То есть питанию, которое получает эмбрион во время своего развития. Значительно менее распространенным, но тем не менее распространенным вполне широко является то, что раньше называли «яйца живорождения». Дело в том, что этот термин, до сих пор широко встречающийся в литературе, на самом деле уже более 20 лет как признан устаревшим, и по крайней мере специалисты, зоологи, экологи, занимающиеся позвоночными животными, от него отказывались. Исходно предполагалось, что яйцо с оставшееся, не выметанное, не выведенное из половых путей самки, а оставшееся в них и начавшее травиться, развиваться, но не получающее никаких дополнительных веществ во время своего развития, оно в результате развивается, оно защищается, находясь в маме, находясь в родителе, так сказать, имеет достаточную степень защиты против всех внешних ненужных, скажем так, неблагоприятных факторов. И вот этот вариант, и называли им «яйца живорождения», обуви или пайти, сейчас отказались от него в пользу вот такого сочетания, лицитотропное живорождение. Признали, что гораздо более удобно считать, что рождает организм, яйцо или живого зародыша, вне зависимости от того, получает этот зародыш питание в организме своего развития или нет. Таким образом, если весь ресурс запасных питательных веществ, который получает эмбриот, находится в яйце, вот это и назвали лицитотрофик. То есть на самом деле это означает, что энергия идет из желтка яйца, но рождается живой организм. То есть то, что вы здесь видите, это желточный мешок акулы, а это достаточно небольшое количество, но очень крупных яиц. Вспомните то, что мы с вами смотрели на предыдущем кадре, да? Там был нерест кораллов. Это колоссально, это сотни тысяч, иногда миллионы яиц, производимые одной колонией, но они очень маленькие. Здесь мы сталкиваемся с еще одной стороной медальной соображением различных стратегий по поводу или в отношении того, сколько детей должен иметь родитель. Много маленьких, и мы не будем о них заботиться, а вот кто-то выживет. Или мы будем растить их большими, крупными, умными, заботиться, но их будет мало. В результате и та или другая стратегия процветает. На самом деле первые представители различных животных, использующих первую стратегию, гораздо больше, чем вторых. Вот. То есть такой способ, который называется еще иногда «бродкастинг», также крайне популярен. Ну и самое резкое по числу встречаемости, однако в некоторых группах достаточно широко распространенное, это так называемое матротропное живорождение. Да? Рождается, мы имеем на выходе, живой организм, личинку, либо ювенир. Да, это не совсем одно и то же, но так или иначе это гладкий организм, которое развивается в организме матери за счет непосредственного прямого транспорта веществ от тканей мамы или околоплодных жидкостей к организму. Вот это вот, так сказать, три категории, с которыми мы в дальнейшем будем иметь дело. То, что вы видите на этой картинке, то есть эта картинка еще, по-моему, XVI века, одна из старых итальянских иллюстраций, показывает, равно как и работа Аристотеля, что наши предшественники, натуралисты, были прекрасно осведомлены на различных вариантах взаимоотношений между плодом и организмом матери. И такой структурный механизм, как плацентотрофия, и, собственно, наличие плацента бывает прекрасно известно. Итак, что такое, если давать определение, матротрофия? Я надеюсь, что все в той или иной степени владеют английским языком, поэтому упрощать это и переводить на русский я не стал. То, о чем я на самом деле уже только что сказал, это прямой перенос питательных веществ от организма матери к организму зародыша во время инкубации. Использовать слово «вынашивание», а кистейшн переводится дословно как «вынашивание», не всегда адекватно. Дело в том, что «вынашивание» переводится еще как «брудень», а это всегда означает развитие организма зародыша вне полости тела или вне половых путей самки. Таким образом, нейтральным термином является инкубация. Если мы говорим о развитии зародыша в половых путях самки, в полости тела самки, мы говорим о живорождении. Если мы говорим о вынашивании в специализированных или не специализированных структурах вне половых путей или полости тела, мы говорим о вынашивании. Проблема, например, еще состоит в следующем. А как называть тот способ инкубации, если эмбрион развивается в кишечнике? Или в горловом мешке, как у некоторых тряпушек. Понятно? То есть мы должны, грубо говоря, договориться о правилах игры. И вот мы договариваемся с вами, что то, что происходит внутри самки, мы называем вынашиванием, в смысле оговорился, живорождением. То, что происходит как бы вне этого, хотя это тоже, как я уже сказал, может быть кишечник. Да? Но по отношению к полости тела и половым путям это вроде как внешние следа. Вот. Мы договариваемся называть это вынашиванием, а все вместе мы называем это инкубацией. И еще один интересный момент. Физический контакт, то есть непосредственно тесное привлекание тканей, плода к тканям матери, может отсутствовать. Это нормально. Ребенок может поглощать все необходимые ему вещества просто за счет своей кожи. Кожей. Абсорбция. Он может глотать. Да? Заглатывать. Причем не только околоплодную жидкость, он точно так же может заниматься каннибализмом, глотая яйца или припоедая своих собратьев. Очень даже, да просто и очень широко распространяет это дело. Итак, критерии, по которым мы определились. Мы определяем наличие экстремвирионального питания или матротрофии. Во-первых, увеличение зародыша в размерах. Правильно? Правильно. Да. Если яйцо маленькое, а родился вот такой вот слон, значит что-то здесь не так. Скорее всего, все-таки мама его кормила. Вторая особенность. Это развитие специализированных эпителиев. Как со стороны зародыша, так и со стороны матери. Причем это не всегда обязательно. Мама, как правило, развивает это, но зародыш не всегда. Как я уже сказал, зародыш может просто глотать или поглощать необходимые вещества через свои покровы. Вот так. Ольтероструктурные вещи. Да. Если мы видим, что клетки активны, если мы видим как со стороны матери, так и со стороны зародыша, наличие простейших клеточных механизмов типа экзоцитоза и пиноцитоза, стоит с другой стороны. Это наверняка свидетельствует о том, что что-то тут не так. Все-таки они каким-то обменом занимаются. Причем, прошу вас заметить, что матротрофия – это всегда двусторонний, двунаправленный процесс перемещения веществ. Это не только то, что мама поставляет необходимые для питания вещества зародыша. Она обязательно забирает те выброшенные и ненужные зародышевые вещества, таким образом предохраняет его от интоксикации к своими же собственными отходами, экскретами. Следовательно, это всегда направлено. Более того, как только яйцо, оставшись в выводковой камере или в матке, приступает к травлению, оно тут же сигнализирует маме – я здесь. Таким образом, для того, чтобы вне зависимости от того, какой уровень сложности, какие организмы мы в данном случае рассматриваем, существует сигнальный путь, должен существовать сигнальный путь, когда часть молекул, влияя на клетки матери, должна указывать маме на необходимое переключение, переход на другой энергетический и обменный режим. Таким образом, это всегда влияет. Как только зародышевые уходят из места вынашивания, все прекращается. Это не значит, что мама знает, что он ушел. Вернее, она знает, потому что он перестал выделять вокруг себя эту химическую ауру. Весь комплекс веществ, тут же и отходы, экскреты, видимо, сигнальные молекулы, которые приостанавливают функционирование этого отдела самки в качестве инклубатора. Экспериментальное доказательство. С этим плохо. Мне удалось найти три или четыре всего работы во всем беспозвоночным. Хотя очень благодатная штука, когда самку кормят пищей, помеченной тем или иными радиоактивными метками, и, соответственно, потом, через некоторое время, пытаются идентифицировать наличие этих меток в организме и зародыш. А вот. С беспозвоночными это делалось чрезвычайно редко, всего несколько раз. С позвоночными, конечно, чаще. Таким образом, если мы точно накормили маму радиоактивным чем-то, потом извлекли эмбрион и проверили, и там оно есть, то это значит, что не просто так оно туда попало. Да? То есть оно было туда направлено перемещено, и зародыш получает необходимые вещества. То, о чем мы только что с вами говорили, долго я на этом останавливаться не буду. место экстраэмбрионального питания. В том случае, если это гонодукты, если это довольно часто аварии, развитие ребенка может идти прямо в яичник. Да? И если это полость тела, что тоже часто достаточно случается, то это живо рождение. Если это поверхность тела, если это любые впячивания, и даже иногда не обязательно впячивания, какие-то выводковые камеры, и иногда даже кишечник или его дивертикулы, его отдела, то, соответственно, будем говорить об этом, как и выношивание. По механизмам передачи питательных веществ от матери к плоду, мототрофия может быть подразделена на несколько структурных и функциональных вариантов. Один из них, кстати, здесь не указан. Дело в том, что даже губки занимаются такого рода вещами. Известно три вида калькароней, кальциевых губок, у которых формирующийся эмбрион начинает есть, то есть, по сути дела, фотоцитировать окружающий его и развивающийся именно в это время слой склеток. Александр Владимирович Ерисковский предложил, когда мы книжку писали, назвать это цитотрофией. Я не указал этот способ здесь. Ну, а все то, что, как вы видите перед собой, разработали заложенные позвоночники. Ну, естественно, инкарты в руки и вы видите в дальнейшем почему. Итак, овофагия и адельфофагия. Овофагия поедания яиц. Развивающийся эмбрион увеличивает свои размеры и то, что называют фитнес за счет того, что ест яйца тут же находящиеся, да? Второй вариант, очень похожий. Это когда он не ограничивается только яйцами, а начинает есть располагающихся здесь же эмбрион. Я об этом уже упоминал. Адельфофагия поедания близнецов. До слова. Вот этот вот вариант, экзотический, сегодня я покажу вам один из примеров на фотографиях. Это когда дети едят маму. Вы знаете такие вариаты, связанные с некоторыми диптерами, двухрылыми, да? Личинки, формирующиеся внутри мух рода миастов, размножаются за счет полиэмрионии, количество увеличивается настолько быстро, что они не находят ничего лучшего, как, или вернее, у них не остается других вариантов, как начать есть ткани сам. Более того, на определенном этапе внутри них за счет петогенеза начинают формироваться их собственные личинки. То есть они личинки, но за счет раннего партеногенеза внутри них начинают формироваться свои личинки. И эти личинки начинают есть свою маму. То есть дочки едят маму, а внучки едят, соответственно, дочь. И такая матрешка может быть до четырехкратная матрешка в некоторых случаях. Вот это и есть матрофагия или матрифагия. Но есть варианты менее, скажем так, экзотические. Вообще, на самом деле, может быть, они менее жестокие, но не менее экзотические. А о них несколько позже. Итак, два варианта гистофагии и гистотрофии. То, о чем я уже упоминал. Гистофагия – это заглатывание околоплодной жидкости. На самом деле там, как правило, находится клеточный хитрит какой-то, разрушающиеся клетки, дегенерирующие половые продукты, иногда сперва находятся здесь же, недоиспользованные. И вот это вот все, оно, так сказать, и съедается. Почему бы и нет? Гистотрофия – второй вариант – абсорбция или просто асорбция. То есть усваивание всех необходимых питательных веществ за счет покровов. Иногда развиваются специализированные, там, и кровили, и все остальные структуры. Иногда этого нет. Просто, видимо, за счет диффузии, за счет активного транспорта это осуществляется. Так или иначе. Ну, и самый сложный, так сказать, венец творения – это плацентно-трофия. Она тоже может быть чрезвычайно разной. Во всех случаях, скажем так, в генерализованном виде плацентно-трофия – это, в стиле, всегда этот метод предполагает тесный контакт поверхности эмбриона и поверхности выводковой камеры, матки, тканей организма, если это гемоцерл и так далее, тканей материнского организма. Дальше может быть сложнее, потому что в некоторых случаях ткани, прибегающие друг к другу, модифицируются. В некоторых случаях, в общем-то, модификация не столь выражена на морфологическом уровне, тем не менее она активно работает. Вот. Соответственно, вот с этим, опять же, терминологическим аппаратом мы переходим к развлекательной части нашей программы. То, что вы видите здесь – это преимущественно рыбы и преимущественно те структуры, которые используются живородящими рыбами. Да, вот мы с вами договорились, что мы не используем больше термин яйца живорождения, как, скажем так, ненужный, да, и уже несколько устаревший. И говорим о живорождении вне зависимости от источника финансирования. Так вот, в данном случае питание эмбриона осуществляется за счет развития тех или иных дополнительных структур. В простом виде это могут быть просто плавники. В некоторых случаях через поверхность плавников осуществляется всасывание, усваивание необходимых эмбрионных веществ. Достаточно большое количество рыб формируют вот такие вот анальные выросты. Это просто выросты задней кишки, которые потом деградируют, резервируют, так сказать, от них ничего не остается. В некоторых случаях, вот как здесь и здесь, формируются так называемые жаберные плаценты. Ну вот. В некоторых случаях, на самом деле, вот здесь жаберная плацента, а вот здесь это разросшийся перекат, ни больше, ни меньше. Ну вот. Естественно, что взаимоотношения между клеточными слоями и органами формирующейся личинки еще не те, что будут у взрослого организма. Поэтому эксперименты здесь, так сказать, возможно на разных уровнях. Вот еще один вариант жабр, но это червяка. Да, я сказал, что преимущественно здесь изображены рыбы. Вот. Вот это земноводное. И есть целая группа, целицы, у которых при внутреннем развитии эмбрионов формируются жабры. Они ими не используются при рождении, и жабры отбрасываются, так сказать, уже они не нужны. Но через них точно идет безобмен и возможно осуществляется также матротропное питание. Вот это еще не доказано. Но, так сказать, подразление достаточно серьезное. Ну и вот этот вот вариант, это на самом деле трансформация так называемая йогсак, йогсак плацента. То есть плацентоподобная структура, формирующаяся из желточного мешка. Да, в некоторых случаях желточный мешок практически не изменяется, но за счет большой площади, за счет разницы в концентрации веществ и так далее, он может быть использован в качестве такого обменника между организмом эмбриона и организмом эмбриона. А вот в этом случае, как вы видите, формируется специализированная структура. От мешка здесь остается, собственно, вот это вот окончание, сам форт, сам вот этот вот, так сказать, тяж этот, да, покрывается большим количеством выростов дополнительных, которые тоже работают как абсорбирующие структуры. Вот. И вот вам дополнительно, собственно, то, что мы с вами уже видели, это рисунок просто другого вида червяги, личинки, развивающиеся в половых путях матери, вот с такими двумя ушами, как у слона, на самом деле, никакие это не уши, и не уши, естественно, это жабры, да. А вот то, что мы видим здесь, посмотрите, какое чудо. Вот эта вот штука. Вот не доказано, к сожалению, что эти два выроста, которые непонятно, что напоминают не то локаторы, не то антенны какие-то и так далее, действительно, работают в качестве плацентарных структур. Но очень хочется, чтобы работали. Очень хочется. Казообмен среди них идет очень, это сто процентов. Вот это вот, интересные эти моменты. Это горловой мешок аризодермы Дарлини, или лягушки, вакши Дарлина. Это умудряется после рождения, после того, как икра удовлетворена, заглатывать ее. Но она идет не в кишечник, а попадает вот в этот самый горловой мешок. Вот это вот рот, это язык, да, как вы поняли. Вот, вот кишечник пошел, а вот горловой мешок. Эмбриональное развитие идет именно там, в горловом мешке. И знаменитая фотография, я ее не привожу здесь, но на самом деле можно даже поискать в интернете. Папа сидит, это самец, естественно, горловой мешок, да. Папа сидит, а у него и за рта маленькие смотрят. То есть они еще какое-то, как у цеплитовых рыб, какое-то время еще как бы полностью сформировавшись, и типа убежать можно. Но зачем? А вот это вот, ни больше ни меньше, это срез самца морского конька. Термин, который получил название патрокрофия. Папа формирует выводковую сумку, папа становится беременным, у папы в крови резко повышается количество женских гормонов, и папа начинает по-настоящему кормить развивающихся эмбрионов. То есть то, что формируется вокруг каждого эмбриона, это толстый слой, клеточный слой, то, что называют эмбриофором, который полностью переключается на обменные процессы между организмом родителей и организмом эмальков, скажем так. Эмальки растут, эмальки увеличиваются в размерах и через определенное количество времени рождается. Это тоже особая статья. Так или иначе, мы с вами рассматриваем сейчас примеры матротрофии у позвоночных животных. Вот то, о чем я обещал вам сказать, это тоже матрофагия. Но в отличие от совершенно шокирующих вариантов матротрофии у мушек миаста, это тоже червяги. Самка, отложив не яйца, она рождает живых детенышей, но, скажем так, они недолго развиваются в ее половых путях, сворачивается вокруг нее в небольшой ямочке такой, а дальше, интересно, во время беременности, ну в кавычках беременности и вынашивания начальных этапов, в нем полностью меняется структура кожи. Кожа начинает выделять огромное количество в кавычках молока. Слизи. Мутной слизи. И вот эти вот ребята постоянно... аннарушительные... Они соскабливают вот эту кожу, верхний поверхностный слой кориума матеру, вместе с теми веществами, вместе с теми клетками, а вот слизистыми, которые... Самое-то главное, что то же самое делают их родственники, Только в матке. То есть, по-видимому, этот вариант эволюционно возник, вот этот вот, экзотический, он известен на настоящий момент всего двух видов, возник из первичного, исходного, когда яйца оставались в матке, соответственно, там развивались дети, а поскольку им хотелось есть, они начинали есть маму, но они ее ели не так, скажем так, жестоко, как это делают мухи, они просто скоблили ее матку изнутри. И чем больше они ее скоблили, тем больше она пухла, тем больше железистых клеток не подрывалось и так далее. Но в какой-то момент у ряда видов они стали раздаться по какой-то причине ранние, молодые. Ну а что делать? Там они скоблили миллионы лет, скоблили маму изнутри, и здесь они начали скоблить маму снаружи. Ну вот, это тоже матератрофия, да? Огромное количество вы. Ну а теперь мы с вами переходим к стабилизации. И выяснилось, когда я начал вот действительно сравнивать, искать литературу и сравнивать, в каких группах беспозвоночных животных сводок таких не существует. То, что вы сейчас слушаете, это, по сути дела, так сказать, прокат, пробный прокат какого-нибудь крупного доклада на каком-нибудь крупном конгрессе. На самом деле, просто потому что, не потому что мне надо тренироваться, просто потому что это интересно. Эти данные, как бы я не представлял пока еще никому. То, что вы видите сейчас, это редиатрематоды. Что это такое? Это портально-генетическая фаза в жизненном цикле диометических сосальщиков, которая портально-генетическая фаза отрождает некоторое количество следующих организмов дочернего поколения, циркали. То, что вы видите внутри, это циркали. Да? Собственно, одинвозионная стадия следующей фазы мориты. Так вот, видели ли вы яйцо у триматод? И тем более у портально-генетических триматод? Но очень маленький. Да? То есть диаметр порядка 60-80 мм. Посмотрите, каковы циркали. На самом деле, все триматоды, все портально-генетические триматоды являются мотлотропными животными. И здесь, так сказать, с ними равняться некому, за исключением позвоночных животных. То есть среди беспозвоночных триматоды, несомненные уидеры. Но если вы думаете, что этим занимаются только триматоды портально-генетические, скажем так, стадии, нет, это не так. На самом деле, своих эмбрионов кормят эмориты, взрослые чьи. У ряда видов оболочка яйца проницаема. Соответственно, формирующийся нейроцидий, та фаза, или, скажем так, та стадия, которая потом заразит моллюска, он тоже у некоторых видов получает дополнительное питание непосредственно в матке. В маринке. Соответственно, то есть и на той, и на другой стадии жизненного цикла, в течение той или иной фазы жизненного цикла, на трофе данной группе присутствует. А это вторая группа. На самом деле, вторая. Я думал, она будет первой, когда я стал считать по количеству семейств, по количеству видов. По количеству видов, да, но вот по количеству семейств нет. В целом, афроходы. И среди них насекомые. То, что вы видите сейчас, это половые пути самки Клей. Химиктор, да, в частности, афиды. Вот. Так вот, это то, что происходит с яйцом, вот яйцо. А вот личинка, которая выйдет из мамы. Видите? Партеногенетические стадии в жизненном цикле Клей рождают детенышей, которых гораздо, эмбрионов, да, естественно, больше, крупнее яйца. То есть, они активно формят свои эмбрионы во время развития. Здесь другой вариант. Здесь будет, так сказать, оплодотворенные зимующие яйца. Другая фаза в жизненном цикле. Там все по-другому. Там все по-другому. Яйца здесь, а тут они, так сказать, вот они полностью развившиеся, но и будут отложены, как яйца. Там никакой кормежки не будет. Другой пример из афроход. Суперматротропными суперродителями, являются скорпионы и псевдоскорпионы. Не самые близкие родственники, но в тех других антихелицераток. Так вот. Скорпионы все, сколько их есть семейств, вот, развивают свои эмбрионы в матке или в дивертикулах яичника. Вот до такого состояния, из маленького-маленького яйца. Соответственно, вот это все питание осуществляется внутри. Но это то, что происходит позже. После того, как они вот таким вот образом выглядят и вышли из половых путей матери, они, соответственно, поселяются у мамы на спине, она довольно долго их таскает. Здесь они не питаются. Да, здесь они просто, так сказать, ждут. Вот, пока не склеронтизируются их покровы и так далее, пока они полностью не созреют. Сейчас я вам немножко прокину вот это вот. А это псевдоскорпионы. Их стратегия совершенно другая. Самка формирует выводковую сумку, в которой находятся яйца, в которой начинают формироваться эмбрионы. Эти эмбрионы очень быстро формируют рот. Ничего другого у них нет. Рот и начальный отдел кишечной трубки. И мама из полового отверстия начинает в эту выводковую камеру поставлять им необходимые питательные вещества. И они ее сосут. Это вот такие вот живые соски. Выглядят они как груша, как призма. Вот. Больше ничего нет. Заметим. В первом случае развитие у скорпионов шло внутри половой системы самки. Это было живорождение, макротропное живорождение. И здесь все развитие с самого начала идет снаружи организма. Да, она построила вот эту выводковую сумку. Эта выводковая сумка ни в коей мере не выросла ее телом. Это, как бы ее так сказать, это даже не сплетенная, потому что эта сумочка образуется тоже из выделений полового отверстия самки. Это такой кувшинчик из затвергевшей слизи, в которой сидят маки. эмбриончики, да? И вот она даже накачивает вот эту вот питательную слизь, и они уже там ее глотают. Вот этот вот момент. Знаменитая муха ЦЦ. Те, кто спит, что бы вздрогнули? Вся эта группа, семейство гласенит и ближайших родственниц, хипобосцит и так далее, это макротропное животное. В начале своего развития вот это вот огромное, вот это яйцо созревающее, да, видите? А вот это вот личинка. И посмотрите, каким образом раскупла матка, да, у родительницы мухи, куда это дело уже не помещается. На начальных этапах развитие идет за счет абсорбции, да, за счет кистотрофии. А дальше у мухи возникают, формируются на стенке полового протока специальные молочные железы. На самом деле, да, специализированные секреторные органы. И вы посмотрите, вот это вот ротовые части личинки. Она как из сосочка сосет их. Будучи внутри, то есть с одного типа питания, с гистотрофией, да, мы переключились на другой, на гистофагию. Вот. И за счет вот этого мы имеем такую личинку. Такого очень большинка. Причинок, естественно, мало. Но зато какая. Самый сложный вариант. Это на самом деле формирование псевдо, так называемых, псевдоплацентарных структур. Это все попадает под определение плацентотрофии у некоторых насекомых и у анихофоров. Это формирование эмбриональных мембран. По эмбриологии вы должны что-то помнить. Ну, в любом случае, что-то должны помнить, да? То есть все высшие животные, амниоты, скажем так, а также часть альтрофор, формируют при своем развитии дополнительные оболочки. Так вот, то, что вы видите здесь, будущий эмбрион, или, вернее, растущий эмбрион находится в центре. А то, что располагается вокруг, это варианты, называемые серозы, те, которые, по сути дела, идентичны, ну, амологичны амниотическим оболочкам позвоночника. Амниот. И вот именно между мини и сильно видоизменяющимися участками половых путей самки устанавливается тот контакт, который осуществляет функцию плацетов. Это уже серьезно, это уже сложно. Каким образом дальше идет? Скорее всего, здесь не идет направленного какого-то транспорта веществ непосредственно по самим вот этим оболочкам. Они являются межпограничным пропускным пунктом, интенсифицирующим направленную передачу веществ. А дальше эти вещества попадают в полость окружающей эмбрион и оттуда уже просто через его поверхность, через его покров усваиваются. Так или иначе, система достаточно сложна. Ну, и, наверное, еще один кусочек, еще один пример, который я приведу, это, на самом деле, некоторое количество моллюсков. Совсем-совсем чуть-чуть гастроход. Вот. Ну, и порядка, наверное, 5-7 семей у бивальвий. Это когда эмбрионы не выметываются, опять же, в воду, а остаются в жабрах у мамы. То есть, в данной ситуации вы видите вот здесь вот жабрные пластины, жабр. и вокруг них формируются самые настоящие сумки. То есть, по сути дела, эти эмбрионы обрастают эпителием материнской тканью, эпителием, и заключаются в изолированное пространство, которое позволяет осуществлять то же самое, о чем мы говорили, рассматривая другим по животным. То есть, передачу, направленную передачу веществ. Следующая картинка. На самом деле, вот и есть квинтэссенция моей работы за последние пять месяцев, и я еще не закончил. На самом деле, она показывает в количестве, именно в количестве семей разницу между группами, в которых матератрофия присутствует, в которых она отсутствует, а в тех, где она присутствует, количество, насколько широко она распространена. Итак, как я уже сказал, вне конкуренции это, конечно, хорберы. Все сальто матератрофные животные. Немножко асцидии. Совсем чуть-чуть амфибий. Довольно много рептилий. Полторы-две тысячи видов присмыкающихся. На самом деле, считается, что все есть такое мнение, присмыкающиеся, у которых развитие идет натуротробно, являются матератрофными в той или иной степени. Нет у нас птиц парадонплацентарных, но зато все млекопитающие, за исключением монотрема. То есть, вот у нас единственный, кто не имеет никаких взаимоотношений между родителем и плодом во время своего развития, это однопроходные животные. Ну, дальше, второе место, как я уже рассказал, на втором месте триматоны, ура, горные аплодисменты, но они, кстати, с примесью цискот, некоторое количество цискот, вокруг развивающихся сложных яиц в матке начинают формироваться энцитиальные плацентоподобные структуры. Описано в настоящий момент у трех родов, у пяти яиц, оно есть, оно работает. Пит, как это неудивительно, в одной турбелярии. Между сложными яйцами турбелярии, сложное яйцо, помните, что такое? Когда оплодотворенная зигота окружается слоем из, как мы считали раньше во всех случаях, несущих желток клеток. То есть, не ацит несет запасные питательные вещества, а желточные клетки. снабжают. И вот таким образом. Так вот, ничего подобного. У одного из видов вот эти самые якобы желточные клетки начинают работать как плацентарная часть плацентоподобной системы, существуя все-таки на облащении этих необходимых плацентарной питательных плацентарной на третьем месте причем с хорошим результатом, правда в два раза меньше, чем у трематодов. То есть, трематоды, конечно, их сделали по количеству семейств. Это артроподы. По количеству видов нет. По количеству видов артроподы переплюнули трематод. семейства что если добавим к ним псевдоскорпионов, если возьмем всех макротропных насекомых, а это диптеры, это уховертки, это химикторы и так далее, и так далее. То есть, здесь подробной раскладки нету, поэтому схема как бы не расшифрована. То по количеству видов они в два раза переплюнуты. Но по количеству таксонов такого равного семейства это такое удобное достаточно, оказался критерий для сравнения. А вот они все-таки не наступают. А дальше вот 58 и это шаг. Это удивительно. Сейчас я воюю с нематодами. Это оказалось для меня ударом под тых. Ну, во-первых, почему я считал, что когда-то допустим артроподы должны переплынуть всех остальных. Ну, видов артропод, да даже количество просто насекомых больше, чем всех остальных. Чуть две вместе взятых. Ну, вот. А если мы раков к ним добавим, а среди раков тоже есть матротропные живые, потому что интересно, макрицы. Все макриц знают. Вот. У них, как только сформировался изомерный массу пить на бухе, карман, да, который предохраняет эмбрионы от высыхания, ведь они на суше живут, тут же сформировалось питание, матротропное питание. На самом деле, вот это очень важный критерий. Как только возникают условия для полной или почти полной изоляции развивающейся эмбрионы в организме матери, возникают условия для обмена веществ между этим эмбрионом и мамой. Очень хорошо. Или папы, если угодно, в случае морских контактов. Вот. Ну, в общем, вот эта вот циферка, которую я здесь написал, 15, да, она, на самом деле, по-видимому, в два раза больше. То есть, я сейчас воюю с нематодами и это страшно и тяжело. Во многих группах животных специалисты, в общем, pay no attention, то есть, вообще им наплевать, по большому счету, есть это или нет, они описывают себе, описывают, а потом таким, как мне, приходится расспорить. Вот. Ну, а дальше посмотрите, как бы, расспрос какой. Вы думаете, что к недаре этого не могут? Они это могут. Их есть это у них? Вот. То есть, 2 вида медуз и 2 вида жестких кораллов растят свой чад внутри себя и те цветут и пухнут. Из маленького яичка, допустим, у одной из медузов резаворы увеличение эмбриона составляет более 100 раз. Ничего себе! Медузка. А вот. Ну, здесь, конечно, такие вот, как, типа, внутри порошицевых антопрокты, да, или комтозои, значит, ратиферы, калавратки, один вид мне удалось, может быть, там, наскрести, может быть, два. Даже вот сейчас есть подозрение, что у гастротрих, у одной, вот, у родайзиса есть у одного из видов это дело. Немножко моллюсков, немножко аналит, вот, паранемертин, в общем, аметофор довольно много, но их всего два семейства, поэтому на этой схемке они маленькие, но и вообще количество видов их невелико. Так вот, если убрать вот эти вот самые вот хардат, которые, у нас там, такие распальцованные, значит, остаются три матоды, остаются троподы и остаются аншанты. И дальше мы с вами, сколько я уже говорю, дорогие мои? Это у меня вводная часть была. Ну, хорошо. 49 минут. Вот, я постараюсь, как бы, дальше уже развлекать вас, скажем так, немножко побыстрее. А вот, а дальше мы будем говорить аншанты. Пару лет назад я опубликовал статью, такой манифест, где впервые произнес, или, скажем так, написал, что на самом деле эмшанки уникальны в определенном смысле, поскольку только среди них во всех классах есть этот феномен. Более того, два класса являются полностью мототрофными, плацентарными, псевдоплацентарными, лучше говорить в этой ситуации. В третьем классе эта штука достаточно широко вспоминает. Такого нет больше ни у кого. Вот, это уже хорошо, это уже интересно. Пресноводные эмшанки классы на второматрофе. Долго рассказывать о них не буду, они очень красивые, эстетичные, невероятно эстетичные. Все растят своих эвариончиков в небольшой волокровой сумочке. Вот это вот впятерывание покровов, а это яичник рядышком. Убейте меня, никто не знает, как яйцо попадает в эту штуку. Ну, вот, никто не знает, да, вот, один немец высказал предположение, что оно берет и просто протискивается через эти клетки. Выглядит не очень как бы убедительно, но никто больше ничего знать как бы об этом не знает. Начинает формироваться в растущей выводковой сумочке эварион. Пока все нормально, но растет, значит, так сказать, поверхность улавливает. Вот. А дальше между эварионом и стенкой выводковой сумки формируется кольцо, так называемое плацентарное кольцо. Здесь вы видите ее на схеме, здесь вы видите ее на срезе. По сути дела, что тоже очень редко встречается, но на самом деле мне до сих пор даже на самом деле не удалось найти прямого доказательства в других группах животных, осуществляется, собственно, интрузия тканей плода в ткани мамы. То есть, на самом деле, действительно, клетки не просто припечатываются, они раздвигают мамины клетки и пытаются расти дальше. То, что происходит с трофоцитами, эмбрионами капитающих. Но дальше они не растут, образуется, остается вот это вот кольцо. Насколько оно эффективно? А может быть, это вовсе не плацента, может быть, эмбрион так и продолжает сосать необходимые ему вещества, из полостной жидкости вы в откроете. Мы еще не знаем. Мы только начали. Мы пытаемся сейчас найти ультраструктурные доказательства этой штуки. Найдем, но будет хорошо. Вторая группа. Класс стенолемных грушанок исключительно морских. Первые были у нас исключительно пресноводные здесь исключительно морские. Эмбрионы развиваются внутри вот в этих вздутий, так называемых, гонозовой. Муникальным моментом, связанных с репродукцией этой группы животных, является то, вот следующая картинка, что у них есть полиэмбрионий. У всех. И из одного маленького-маленького яичка вот оно. Это, собственно, олиголицитальный аоцид, там, 25 микрон в диаметре. В процессе дробления формируется до 150, по некоторым данным, до 200 личинок, каждая из которых зрелая личинка, это порядка 250-300 микрометров диаметра. Из одного яйца 200 личинок, да? То есть, просто так это произойти не может. Личинки не питающиеся, они не могут что-то там есть, а у них рта нет. В автовой камере они поглощают все, что им необходимо за счет покровов. Вернее, как, в самом начале, пока эмбриончик только сформировался, вокруг него развивается толстенный, так называемый, вторичный фолликул, эти картинки, позор нам, позор, я имею в виду не только себя, но вообще всем моим коллегам, картинки сделаны в 23-24 году. После этого никто с ними не работал. За исключением одной девочки с кафедрой библиологии, которая не защитилась и не опубликовала свою работу. Так вот, между вот этим вот эмбриончиком и вот этими окружающими клетками устанавливаются какие-то с ее слов, вот я с ней говорил, я ее видел последним живым, какие-то клеточные контакты. Как-то это все происходит, похоже на плацентарное, дальше это все дело растет и пухнет, и в конечном итоге начинается опочкование вторичных и третичных эмбрионов, и вся внутренняя полость такой вот, откуда камера заполняется личинкой. Явная матротрофия, а разница первая, поначалу у нас она называла, начиналась что-то подобное на плацентотрофию, а потом переключилась на абсорбцию, на гистотрофию. Вот. Третий класс, последний. Первый и второй классы полностью состоят из матротрофных видов. Третий класс не полностью. И на самом деле никто этим не занимался. Почти никто не занимался. Но когда в конце развития вот из маленького яичка, вот такого, которое только поступило в водковую сумочку, вырастает вот такая лошадь, вот, начинаешь думать, что что-то здесь не так, что явно осуществляется какое-то, какое-то влияние воздействие составной мамы. Это не гипноз, это настоящее питание. То есть, в данной ситуации эмбрион растет за счет тех веществ, которые поставляются внутрь мамы. То у нас был отряд птиностонных ушанок, необязвестленные стенки в этой группе, а вот это птиностонные ушанки. Белые шарики, которые вы видите на поверхности колонии, это выводковые камеры, внутри которых осуществляется в первую очередь плацентарное вынашивание. Но некоторые представители этой группы пошли по другому пути, они стали живородящими. Они отказались от выводковых камер как таковых, и эмбрион у них начал формироваться непосредственно в яичнике. Потом уже яичника никакого не хватает, эмбрион опять же как пухнет, как с дома, и личинка занимает всю внутреннюю поверхность такой выводковой камеры Материнского завода. Этим я хочу подчеркнуть, что в пределах одной и той же группы, в пределах одного отряда могут быть диаметрально противоположные способы формирования таких взаимоотношений, что говорит в первую очередь о независимой эволюции, о независимом возникновении разных типов матротропного питания. Ну, и еще я вам покажу несколько картиночек, чтобы уже не мучить вас. А вот, это наша целепарелла хиалина, широко распространенная на белом море, здесь малость, ну, не очень хорошо, скажем так, зафиксированная эмбрион, почему так, вот никто не знает. То есть он, по-видимому, количество желудка настолько далеко, что глютар бедный не справляется. А вот этот вот, вот, могучий глядочный класс здесь, это не что иное, как псевдоплацента. И вот, он как приклеенный этот эмбрион, вот это, собственно, сверху лотковые камеры с эмбриончиками, вот к этой самой псевдоплаценте. Как только речинка сформирована и уходит через отверстие выводковой камеры, плацента исчезает. Все, она больше не нужна. Следующее яйцо поступает в выводковую камеру, она начала формироваться. Посмотрите, пожалуйста, еще, вот на эту картиночку. Смотрите, это формирование во внутренних выводковых сумках. Вот это вот исходный вариант, вот это вот исходный вариант. Это промежуточный вариант, а вот вариант конечный. То есть, по сути дела, три поколения зооидов, и по размеру мы очень хорошо видим разницу в том, с чего все это начиналось и к чему это все придет. На продольном срезе ткань, вернее, мешок окружающий, развивающийся, формирующийся эмбрион, состоит из клеток с огромным количеством включений, вакуолей, различного рода, кранов и так далее. Как только эмбрион уходит, все, что куда делать. Стеночка становится тонкой, тусклой и неврозитой. Явно активная работа. Вот вам еще один пример. Вот какой пришла зипотовая вводковую камеру. А вот это вот в средней зрелости эмбрион. А дальше будет еще больше. Дальше это займет всю внутреннюю, весь внутренний объем отковой камеры. И посмотрите, опять же, прилегающая к эмбриону стенка тела матери состоит из плоских, ничего не выражающих клеток. И посмотрите, что делается здесь. Огромный могучий эмбриофор, могучий аппарат по, собственно, поставке веществ к эмбриону и удалению отходов. А теперь, ну это еще один, так сказать, похожий вариант, даже особенно не останавливаться. Молодой эмбрион, только-только начинающийся формироваться псевдоплацента, скажем так, среднего возраста эмбрион и уже очень хорошо развитый эмбриофор, могучий. Я вам хочу показать несколько электронных картинок, на которых я, собственно, свою лекцию и закончил, чтобы не переживать. Итак, вот эмбрион в самом углу. Это реснички. Ну, на определенный момент, да, на определенный момент своего развития эмбрион начинает формировать ресничный аппарат. Вот это толстенный клеточный слой с очень сильно развитым широковатым эндоплазматическим эмбрионным с какими-то штуковинами, которые мы даже еще назвать-то не знаем как. То есть, это очень сильно сконденсированный мембранный материал. Но, возможно, избыток, который постепенно, так сказать, трансформируется, возможно, дегенерирует в цитоплазме клеток эмбриофора, потому что это именно и есть кормилка, вот именно это и клетки псевдоплацента. А дальше вот этот вот слой, это как слизь какая-то, которую мы обнаружили, до этого никто ее на электронно-микроскопическом и световом уровне не показывали. Вот граница между эмбриофором и выводковой полостью. Тоже интересно, эта граница это кутипола. То есть, все вот эти питательные вещества, которые там, как мы ее условно назвали, nutritive mutus, питающая и питательная слизь, они проходят через кутикулу, до сих пор это было показано и то так не очевидно, только среди вот тех самых матриц, да, только среди ракообразных, там, понятно, там все покрыто кутикулой, но здесь тоже, и тем не менее, кутикула не является препятствием для этого. Достаточно хорошо видны, вот вам опять перелезанные реснички эмбриона, то есть, вот этот вот слой некой слизи, да, иногда его коагулятор называют, и вот он между ресничками пошел, 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 пошел к эмбриону. А с этой стороны мы видим достаточно хорошо выраженные, дальше вы видите еще лучше, идущие эксоцитоз, то есть, достаточно большое количество пузырьков, которые мы трактуем как векуоли, ну вот, возможно, поставляющие вещества, необходимые для эмбриона эксцитоплазмы эмбриофора. Вот еще один вариант этого другого вида. Посмотрите, как выглядят клетки эмбриофора. То есть, сомнение в том, что они очень активны, они формируют огромное количество каких-то векуоли, плюс эндоплодоматические литикули, так сказать, развиваются, и плюс пограничном слое перед самой кутибулой, да, вот эти вот крупные векуоли, и тут явно идет эксцитоз, потому что вся поверхность сморщенная, в складках и так далее, понятно, что эти векуоли сливаются с наружной мембраной, так сказать, доставляют туда содержимое, даже если оно не прокрашивается, это как бы не важно. Вот. Но похожая в данном случае картиночка, здесь ранний эмбрион, здесь еще нет ресничек совсем, то есть, вот эта капля желтка, которую эмбрион получил из яйца масло, а вот этот вот коагуляк, вот эта вот вся слизь, это то, что приходит вот сюда из псевдоплацента. Да, то есть, мы получили в конечном итоге, вот, наверное, самая хорошая картинка, это еще один вид, это пицеллиэла, целиата, здесь, справа, эмбрион, а слева эмбриофор. Посмотрите, поверхность эмбриона, это все сморщенное, все складочку, то есть, здесь пеноцентроз идет очень активно, да, именно из-за этого, и то же самое с этой стороны идет такой же самый процесс именно со стороны все это плацентроза. Так, хватит, наверное, больше я мучить вас не буду, небольшой финал. Скажем так, я в прошлом году начал, у меня как бы начались два гранта, один здесь, поддержанный РФФИ, другой в Афтрии, в Университете Вены, поддержанный Австрийским научным фондом, который как раз и посвящен особенностям формирования и функционирования плацентоподобных структур, плацентарных аналогов умшанок. Наша задача попытаться сравнить строение эмбриофоров, строение плацентоподобных структур причем обоих их частей, как со стороны родителя, так и со стороны эмбрионов, в пределах разных групп умшанок и сделать большой-большой обзор, связанный с тем, каким образом это может функционировать в других группах господобных структур. Может быть, мы попробуем, в дальнейшем очень хочется с генетикой. Вот было бы очень интересно посмотреть, а те сигнальные молекулы, которые сигнализируют, которые дают знать маме о том, что пора начинать кормежку эмбриона, у беспозвоночных те же самые или другие, как у позвоночных. Технически это осуществимо. Мы посмотрим, получится это или нет. Спасибо большое за внимание. Есть ли у вас вопросы? Извините, пожалуйста, я вас не могу позвонить. изменить. получилось. Мы смотрим, вы имеете в виду, что вы имеете в виду. Да. Замечательная интересность, но я хотела сказать, что я передам у меня какого работа, что питающий и плод в плаценте, в том месте, где контактируют с плацентом, он выделяет леи-тефалин, которые тормозят процессы возгружения у матери, гуляют на них ОДНС, вот такие метаболические, но вместе с тем спокойствие у матери обеспечивают. Именно эмбрион. Как только происходит у воды и плод входит вместе с эмбрионом, у матери караул. Эта причина оказывается депрессии или нервных срывов у женщин. И тогда материнский организм начинает из гипофиза выделять эти леи-тефалин в большое количество, чтобы компенсировать эту недостачу. Вот очень интересно без позвоночника смотреть. Действительно, вы правы, очень похоже, что эмбрионы действуют на материнский организм, он вырывает развитие такое грудное. То есть, когда они уходят, все съеживается. Вот нет ли там каких-то компенсаторов механизмов, которые вы выделяли, тоже что-то такое мать на этой жизни окончается всяких не у всех. Ну, абсолютно не у всех, потому что следующее яйцо поступает в откуда ковер, и мама снова сейчас. не уйдет. Но с другой стороны, насколько активно себя ведет эмбрион с другой стороны, когда начинает имплантация и идет непосредственно, мама делает все, чтобы, не дай бог, ему не дать чересчур куда-то прыгнуть, потому что трофоциты начинают просто прорастать стерку матки, но не просто держится, они бы и дальше пошли расти, если бы она, опять же, комплексом веществ не останавливала, не приостанавливала этот свой рост. То есть, я же, конечно, ее радует, но... Хорошо. Давай. У меня такой вопрос, я, на самом деле, сюда про это думал, но боялся спросить. Но разошла в это влечь. Часто бывает, вы привели много хороших примеров, что во время развития эмбрионы поедают другие эмбрионы. Прямо берут и сжирают. Или у миаса тоже еще более ужасный случай, когда следующее поколение выедает маму, в них уже тоже их поколение выедает их. Меня всегда удивляли эти примеры в первую очередь, чем? Нас всегда учат, что на каждой трофической ступени происходят жуткие потери энергии. То есть, после того, как консумент следующего порядка разложил, съел консумента предыдущего порядка, он потерял 70%, грубо говоря, сжег 70% энергии. То есть, это должно быть жутко энергетически невыгодно. Это как топить печку, не знаю, по линиям, на которых мы вырезаем сначала какую-то резьбу, не знаю, там фигурки, а потом берем и это в печь. Непонятно, зачем, как такая вообще система, но почему она поддерживается отбором, почему она оказывается энергетически выгодной. На самом деле, у меня есть свой небольшой ответ на этот вопрос, но интересно, чтобы вы на это можете. Я знаю. Может быть, я не прав. Я думаю, что в данной ситуации сравнивать это с потерями на разных уровнях трофических цепей не совсем правильно. То есть, во-первых, развитие миастро того же идет у мухи, которые это полиэмбриония, как у ушанок. Оно идет достаточно быстро. То есть, после оплодотворения, нет, какое это оплодотворение? Сейчас скажу, подождите. Это не оплодотворение. Все эти личинки, это все партоногенетические личинки. Значит, после того, как начался эмбриогенез, до смерти мамы и выхода личинок проходит меньше 10 дней. Это очень быстро. Все. Потом считается, что личинки получают как бы такой хороший кусок белковой пищи перед тем, как выйти в свет и заняться, что вы думали, они едят, они едят дневую древесину. В норме. И дальше вот у них этой еды навалом. А зачем из него делать особь? Почему не дать просто полеву? В смысле делать особь? Ну, на формирование особь затрачена энергия. Почему нельзя было дать бесструктурный белок? Для чего из него было сначала делать червяка? Ну, я думаю, что было, что попало под зуб, на зуб, то и получилось. То есть, я не думаю, что здесь может быть стоить жуткие энергии. Да в чем они? Личинка, в общем, сама невелика. Из малой выходит штук 20, наверное, мелких. То есть, там было 10 своих, потом в каждые 2-3 иногда развилось и так далее. Да, они маленькие, но их больше. Может быть, это компенсирует. То есть, из одной личинки мамы формируются 20-30 личинок детей. Да, может быть, вот в этом выживет. На самом деле, из них кто-то выживет. Здесь вот в этом смысле перераспределение некой энергии. Я бы себя объяснял тем, что идет некое соревнование между эльбрионами, выживает сильнейший таким образом. Ну, как, это как с лимфоцитом, там, селекция и так далее. Но вот с мясом непонятно, потому что по-любому ее съедят изнутри. Ну, и съедят. Это судьба ее такой, да? Ну, на самом деле, многие организмы гибнут, да, после размножения. Я видел песню особо. Много неопатемизирую. Я хочу сказать, что-то такое печку, а вот представьте себе, что с другой точки зрения, здесь либо у ваших детей съест кто-то другой, либо вы дадите возможность там, один покормить и другим, зато больше выйдет и приобретет. Если их не кормить самой, маня, да, с собой кормить, то в результате она вырастет, ну, даст, допустим, 100 эмбрионов, и этих 100 эмбрионов с равной вероятностью сожрет кто-то другой. А так, она их указывает до такого состояния, кормя и другими людьми, что они уже самостоятельные. Почему сразу не формировать много эмбрионов? Зачем эти лишние сущности? Я вам говорю, потому что, если они будет много маленьких, их просто съест кто-то другой. Эффективность. Идет по этому эффективности. Я думаю, что там все переключалось многократно. Если мы берем жуткий авторизм. Исходный или наоборот. Может, это не выгодно. Или наоборот. Или наоборот. Я бы сказал, что это жуткая, жуткая, так сказать, вторичная штука. Это не экономично. Не просимонично. Не просимонично. Не просимонно. Вы рассматриваете отдельную систему, рассмотрите мы в общую. Типа экологию. Вы пройдете, где будет экономия. Мы все равно гадаем. Мы все гадаем. Я вообще считаю, что можно чаще всего даже мы не найдем такого объяснения. На самом деле оно сложилось, потому что это было удобно. Потому что сформировались челюсти у этой личинки. Когда-то она вылезала из мамы и сразу приступала к древесину. А тут смыкнуло, как в этом у захваткина. Челюсти начали формироваться по какой-то причине раньше. И она себя осознала личностью еще до рождения. А вот. И это оказалось выгодно ради бога. То есть успокойся. Только успокойся. Спасибо. Спасибо. На самом деле вот эти штуки то, что захватки называл эмбрионизация, на самом деле это всевозможные шифты переключения генетических программ, когда что-то начинается раньше. То есть это вариант гидрохронии разных. Они сыграли очень большую роль. Это как бы еще со времен гекки рассматривается. Я считаю, что вот в моем случае переключение с... Потому что это вторая часть доклада про разные репродуктивные паттерны. Я это уже не стал ничего показывать. переключение с неплацентарного на плацентарное выношение оно произошло тоже вот из-за такого тьмыка. Слишком рано стало поступать яйцовую водковую камеру и мама срочно суетилась его докормить. А дальше просто перешел до... Вот один механизм поставки энергии во время эмбриогенеза переключился на другой во время эмбриогенеза. Это стало очень выгодно. Раньше мы растили большое яйцо в две недели потом его переводили в выводковую камеру и еще растили месяц прежде чем выйдет личинка. А теперь вырастили маленькое яичко неделька хлоп в выводковую камеру и три недели там оно и развивается и кормится. Боже же мой! Мы же готовые продукты имеем в два раза быстрее чем предыдущие. Такие варианты возьмем. Еще какие-нибудь вопросы? Скажите, пожалуйста, не отмечалось ли того, что ядра клеток эмбриофора были бы полиплоидными? Этого никто не изучал. Очень хороший вопрос. Может быть, они крупнее по размеру, чем ядра с... Они крупнее по размеру. Может, воружены. Я поясню, почему возник такой вопрос. Например, клетки синцитиального трофобластом млекопитающих полиплоидные. В частности, этим занималась Зыбина. И другая структура, например, взять желточно-сенсациальный слой костей, стахреп, или желточно-сенсациальный акул. Там тоже огромные полиплоидные клетки. Как правило, многолопастная форма. Это очень интересно. Да, да, да. Они тоже многолопастные. Нет, это не многолопастные, но тут дело вот в чем. Желточная плацента и настоящая плацента используются лишь раз, после чего выбрасываются вместе с плодом, как вы понимаете. В этой ситуации эта система многоразовая. То есть, эти клетки вскормили эмбрион, потом как будто воздух из них выпустили. У них сдулись и стали плоскими. Возможно, там какая-то замена частичной репарацией некоторых из них идет, но это не похоже. С мшанками вообще они плохо это делают. Следующий эмбрион пришел, они опять надуваться стали, причем очень быстро и ядра опять большими стали. Ушел эмбрион, они обеихли и сдулись. То есть, это вот такая пульсация идет. То есть, говорить о том, что здесь полиплоидные, но я не могу это утверждать. И в то же время как бы вот была клетка, и она за несколько циклов таких родов, по сути дела, беременности и родов, она, так сказать, пульсирует, но она никуда не девается. Полиплоидная она или нет, сказать не могу, но идея хорошая, идея красивая. Ну, на самом деле, вопрос тоже в бельгологии спиетных, которые ясно связанного было с тем, что явно видно, что усиливается усиливается синтез белка, потому что и вот этот ВТПС такой, превратившийся в большое количество мембранных структур, и, собственно говоря, формирование вот этого вот вещества, которым кормят соответственно... Ну да, вот этот вот, да, слой слизи. Наверняка по составу будет в основном белков. Наверняка. И вот, мне кажется, что можно сделать гистемическую окраску и показать, потому что вряд ли это будут короткие пептиды, вряд ли это будут какие-то нубриотиты даже, хотя пенититус предполагает в том числе и захватывание большого количества предшественников и белков. Но судя по тому, как клеток выглядел УПС на одной картинке, я думаю, что состав покажется, что это белковый состав. Тогда вопрос у меня был завязан на плойность ядер. Активность, именно такая активность из белка, она может быть завязана на две вещи. Она может быть частичную амплификацию ДНК либо на уменьшение плода. Спасибо большое. Спасибо. Хорошо. Есть иногда детишки растут в ней, при маме, и расставят почти такие же, как и нам. Это вообще не может это происходить. Четвертый, по-моему, по очереди среди матро-звотных организмов, да? Да, если считать кордовы, то... И почему в этой группе так искусствогонилось? А вот, это, можно так сказать. Они очень хорошие родители. Почему это, может быть, обход, но и менее понятно, да? Они же, скажем так, госяковые, те же леки, сервые вам в среде, в которые в ребенке просто не выбросишь. Хочешь, не хочешь, то скажешь себе. Очень хороший вопрос, Игорь. Дело в том, что действительно Мшанки очень хорошие родители. Если мы возьмем все те почти, ну, скажем так, 40 тысяч видов костистых рыб, из них живородящие, ну, полторы тысячи. А все остальные просто мечут икру. Если мы возьмем всех известных Мшанок, допустим, современных, ну, известно 6 тысяч, мы думаем, что их порядка 20-25, то из них только 100 видов мечут икру, кавычка. А все остальные заботятся о детях. То есть, такая степень, одним из косвенных ответов будет, что просто степень распространения заботы о потомстве, она в том или ином виде влияла. Я вот сейчас с этими же нематодами, я говорю, меня зациклило на них, потому что, опять же, известно, описано под 200 тысяч видов, реально думается, что миллион живородящих, ну, полпроцента. Еще полпроцента это то, что вот яйца живородящие. То есть, эмбрион развивается в яйце, но в маме не вылупляясь еще. А все остальное просто выметывает. То есть, степень распространения, да, вот того или иного репродуктивного паттерна, той или иной стратегии, она важна. Ну, а дальше, ну, я не знаю, любят они их. Пока не могу ничего привык. Честно сказать, не могу. То есть, одни четко переключились на внутрицеломическое вынашивание, вот сценаремные эмбрионки, да, когда разве есть в целоме, ну, тут сам Бог говорил, ты в супе просто растешь, да, вот вокруг тебя все так хорошо и замечательно, чем-то не есть. Вот. Когда в выводковой камере, да вроде ничего, там кроме воды-то ничего исходного нет. Ну, вот они как-то ну, ну, миши-то. Пытались, нет, не отвечим на этот вопрос, очень хороший вопрос. Сложно сказать. И сравнить не с чем, действительно, сравнить не с чем. Спасибо большое. Наверное, достаточно, потому что я и так затянул, и сейчас уже метро заплет.